здравствуйте дорогие друзья сегодня мы находимся в жилом комплексе гресовский у нас здесь несколько объектов и мы хотели бы вам их показать уже не финальной стадии а наоборот в самом начале работ на этих объектов и так вот застройщика жилом комплексе гресовский штукатурные покрытия стен не предусмотрен поэтому первым этапом работ на объекте мы производим прокладку электрики электрику мы прокладываем проводом ВВГ НГ АЛС моножила для розеток у нас идет провод 2 3 на 2 с половиной квадрата на освещение 3 на полтора квадрата провод прокладывается строго перпендикулярно к нашим потребителям оставляется запас для электромонтажа все распаечные коробки находятся у нас на потолке для дальнейшего удобства эксплуатации также что не делает застройщик это выводы для радиаторов отопления застройщик делает из пола и они идут вот здесь вот рядышком с батареей то есть нет такого эффекта что радиатор парит над землей мы это перепаиваем застравливаем батареи поскольку мастера сделать штукатурные работы у нас будет один вывод из этой вход и выход батареи и будет не мешать прокладке принтусу труба и будет эффект такой парящий на следующем объекте я покажу как это уже выглядит со штукатурными работами следующим этапом после прокладки электрики мы делаем прокладку горячего холодного водоснабжения вот таким образом водоотведения вот в данном случае здесь мы видим подключение посудомоечной машины холодная вода и водоотведения посудочной машины посудомоечной машины пойдемте дальше вот так выглядит типовой щит автоматов для ремонта стандарт здесь дополнительной опцией установлен реле напряжения и щит для слаботочки здесь будет монтироваться тв сплиттер блок вай фай и коммутация интернет вот так у нас оформлена дверь когда мы начинаем работу здесь у нас график работ памятка для мастеров еще одна памятка для мастеров и техническая документация находится здесь вот такие у нас такая прокладка трасс на потолке ну и как вы видите у нас здесь нет штукатурного покрытия полностью от застройщика у нас идет здесь только стяжка стяжка хорошая на твердую четверку в санузле поскольку перепад изначально застройщик сделал правильно не залив стяжку здесь на полу поэтому разводку мы можем делать не по стенам в полу получается вот так вот аккуратно это технический экран для мастеров будущем сантехник сразу предусмотрел чтобы мастера могли пользоваться водой также после того как электрик заканчивать свою работу его в его задачи входит он сейчас закроет этот щит картона и в его задачи входит это в каждом в каждой комнате сделать одну точку освещения лампочки сотки мы ставим для того чтобы мастерам было видно что и как делать а а теперь мы переходим на наш объект где уже выполнены штукатурные работы и уже начаты шпаклевочные работы итак друзья мы находимся уже на втором объекте здесь живом комплексе грессовский здесь у нас уже произведена штукатурка поверхности стен вот так это выглядит произведено усиление газоблока сеткой фасадной и на нее уже нанесено штукатуре дальше мы производим штукатурку таким образом чтобы она совпала с плоскостью наших внутренних шкафов подрозетников вот как здесь плоскость подрозетника она совпадает с плоскостью штукатурки здесь штукатурка сохнет в среднем 15-20 дней при нормальных условиях иногда этот срок может достигать 30 дней в прямом смысле то есть вы вскрываете стену через 20-25 дней и вы видите пастообразную пастообразную штукатурку не просохшую конечно такие сроки допускать нельзя длительные нужно штукатурка она еще имеет такое свойство как закисание но в среднем где-то 15 дней срок высыхания для того чтобы смонтировать подрозетник нужно полностью дождаться когда штукатурка высохнет мы чтобы не проставил объект некоторые процессы делаем параллельно когда ребята нанесли слой штукатурки он сохнет подрозетники мы еще не устанавливали мы заводим на объект плиточника плиточник может спокойно смонтировать плитку кухонный фартук и это все занимает как раз то время когда высыхает штукатурка и когда плиточник выходит уже спокойно на объект заходит отделочник который начинает выводить откосы шпаклевать и приводить уже квартиру более чистовой отделки на первом объекте я показывал как от застройщика неправильно идет подключение батарей не совсем не то что они бы неправильно не совсем эстетично вот так мы делаем на наш взгляд правильно и радиатор когда будет установлен он будет создавать такой эффект что он парит над землей здесь будет спокойно проходить напольный плинтус пока высыхал слой штукатурки мы делали здесь плиточные работы на балконе уложила керамический гранит и уложен также у нас электрически теплый пол после того как укладка керамического гранита завершена мы это все закрываем пленкой и переходим к следующей стадии работы в ЖК Грессовский индивидуальное отопление и луконтурные котлы устанавливаются сразу при сдаче дома поскольку мы еще не сделали оштукатуривание стен мы демонтировали котел оставили место под штукатурку смонтировали отопление заново заштрабили трубы теперь только открутив несколько американок мы снимаем котел делаем штукатурку она когда высыхает мы вешаем просто котел на уже оштукатуренную поверхность это я считаю правильная последовательность потому что котел должен быть не в нише не на газоблоке а он должен крепиться уже непосредственно наш оштукатуренную поверхность и трубы желательно чтобы они были спрятаны поскольку но это все-таки эстетичный и мы здесь установили правильные для вертикального монтажа фильтры на вход холодной воды в котел на подачу также за параллели в процессы когда высыхала наша штукатурка мы получили уже готовый купонный фартук по нашему проекту розетки начала фартука окончания фартука и высота высоту задает заказчик поскольку мы делаем отдельный проект по мебели заказчик прорабатывает этот проект с мебельной с мебельным нашим партнером и мы получаем вот эту высоту это очень важно на вот этом этапе монтажа фартука получить высоту столешницы где вы будете готовить здесь у нас выключатель а над выключателем как вы думаете что это это пилотный проект здесь заведен питающий провод 220 а вот это управляющий провод вот этот управляющий провод идет прямиком в штробе газовому котлу здесь мы уже заказали систему которая будет дистанционно через смартфон управлять газовым котлом то есть вы можете через смартфон задать температуру в общем в принципе выполнить все любые действия по регулировке выставлению температуры на газовом котле можете включить его выключить выставить любую температуру все что угодно и также с помощью этого провода возле газового котла будет стоять отдельный тумблер который будет нам перевод позволит нам переводить управление газового котла из аналогового положения заводского и в положение управления через смартфон то есть два варианта и такой и такой будет я думаю что когда будет выпущен ролик уже по окончанию ремонта в этой квартире у нас уже будет стоять здесь блок управления я более детально вам покажу как это работает в этой квартире Продолжение следует...